Актуальность сегодня Я ее ведущий Санан Зайб Гости сегодняшнего выпуска Политический обозреватель Мурат Сададинов Здравствуйте, добро пожаловать к нам в эфир Кроме того, в студии с нами будет Эксперт Бакинского международного центра мультикультурализма Араз Гурбанов Здравствуйте И по зуму с нами согласился пообщаться Руководитель аналитического центра Сёрдвью Рафф Раджабов Здравствуйте, как слышите нас? Добрый вечер, прекрасно Великолепно Уважаемые гости, в эти дни в Азербайджане Проходили совместные военные учения Азербайджана и Турции Буквально вчера На эти военные учения приехал Министр обороны Турции Который сегодня наблюдал за ходом военных учений Кроме того, сегодня В день наблюдателя высокого уровня Президенты Азербайджана и Турции По телефону обратились К участникам этого военного учения И эти военные учения Будут, конечно, центральной темой Сегодняшнего нашего разговора И в целом чувствуется, что И Анкара, и Баку Придает особое значение Этим военным учениям Но я хотел бы начать С такого момента Очевидного, но о котором не говорят Дело в том, что Ну, очевидно, что Разумеется, на официальном уровне Даже если эти вещи не говорят Эти военные учения По своей географии Проходят в большей части Вдоль Азербайджана и Иранской Государственной границы И, конечно же, в некотором роде Несмотря на запланированный Их характер Все-таки является каким-то Ответом иранской стране Которая буквально В середине октября Если не ошибаюсь Проводила военные учения В нескольких десятках метров От государственной границы Азербайджана Делала это достаточно нагло Нелепо Ну и с провокационным Провокационного характера И обратила на себя внимание В Баку об этом говорили Впервые почти за 30 лет Иран проводил военные учения В том числе В период оккупации Вдоль государственной границы Азербайджана То есть период Когда в нашей территории Были оккупированы Джибраил, Зенгелан Часть Физулинского района Они не проводили там Военные учения А на этот раз решили провести На это Баку Обратили внимание Если позволите Мурадмай Начнем с вас С учетом опять же того Что это совместное учение Все-таки это месседж Ирану Опять же говорю Несмотря на запланированный Характер военных учений Насколько отрезляющим Выглядит в данном случае Ответ Это один момент Какого ответа Вы ждете От Тегерана От Скажем Режима иранского Станут ли вообще Это они отвечать Или нет И Скажем так В какой смысл Несет в себе Что Азербайджан Решил проводить Эти военные учения Именно Вместе С братской Турцией Мурадмай Вы очень точно Заметили Что в ходе Оккупации Азербайджанской земель Более 30 лет Ни разу Иранские вооруженные силы Не проводили учения У границы 132 километра Которые были оккупированы Мы слышали От официальных лиц Ирана О том Что они выступают Против изменения Границ На Южном Кавказе Но За 30 лет Границы были изменены Благодаря оккупации Армянских вооруженных сил Но тогда мы не слышали От иранской стороны Такого рода заявления Но после того Как Азербайджан Освободил Свои законные земли Свою территорию Официально признятую Международными организациями В том числе Самим Ираном Признанную Мы начали слышать Со стороны Ирана Различного рода Провокационные Часто вызывающие Заявления В отношении Азербайджана Порой Даже мы От определенных лиц Слышим о том Что Иран Даже готов Применять Свои вооруженные силы Для достижения Цели О которой они заявляют Вы знаете Азербайджан После завершения Войны Подписал Шушинскую декларацию Эта декларация А сегодня она уже называется Законом Потому что Она ратифицирована И парламентом Турции И парламентом Азербайджана На основании Этого закона Любые Действия В отношении Азербайджана Или Турции Какие-то Территориальные претензии Третьей стороны И так далее Являются Основанием Для Подключения Второй стороны И Не Удивительно Сегодня Что Руководитель Военного Ведомства Турции Хулусакар Посетил Азербайджан Не только Министр обороны Посетил он Это была большая Турецкая делегация В состав входил Начальник генерального штаба Руководитель Родов войск И Были проведены Серьезные Большие Масштабные Военские учения И Официально Было заявлено Что Астаре Это город На границе с Ираном И Мишлах Это территория Тоже близкая к Ирану А также Было сказано О городе Баку Это все Месседжи Иранской стороне Что Любое Желание Я не Никак не верю Что Иранская сторона Посмеет Нарушить Территориально Азербайджана Но Любые Заявления Или вот Такого рода Кломские Военные Учения Переодеты В камуфляжную Форму У границы Азербайджана Не останутся Незамеченными И Мы Даем им Ответ В том числе Показываем Как нужно Проводить Учения И какими Силами Средствами В отличие От тех Средств Которые имеются У иранской Армии Это мы знаем Самолеты 70-х годов Прошлого века И вертолеты Еще Закупались Во времена Шаха И так далее А здесь уже Современные Воинские Формирования Плюс Один нюанс Сегодня было заявлено Что Были проведены Часть учений Ночью То есть Это показатель Того что Вооруженные силы Азербайджана Турции Способны выполнять Задачи ночью Это очень серьезно Абсолютно Абсолютно Ночной бой Это сложная задача Это и солдаты И воинская техника Все должно иметь Соответствующее Оборудование Ночного видения Что конечно Нет В Иране Я могу долго Говорить По этому поводу Я считаю Что Данное Учение Послужит Отвязляющей Потому что Холусак Сделал очень хорошее Заявление Враги Азербайджана Это наши враги Друзья Азербайджана Это наши друзья Мы всегда будем Рядом Азербайджаном Как было Во время 44 дневной войны Это Месседж Ирану Откровенно скажем Ирану Пусть они делают Выводы Кстати Опять На азербайджанский Аэродром Полетели Те знаменитые F-16 Которые Во время 44 дневной Войны Вызывали Ужас У многих Наших Недоброжелателей Напомню Самолеты F-16 Турецкие Способны Нести Ядерное Оружие На базе Инджелик Имеются Специальные Авиабомбы Б-61 Тактического Ядерного Оружия Которым Носителем Которым Является F-16 Это тоже Мессаж Ирану Пусть делают Выводы Будем надеяться Хотел бы И ваше мнение Узнать Вот Радмай Подробно Описал Действительно Да Официально Об этом Как говорится Не говорится Но мы прекрасно Понимаем Что вот Тот шоу С металлоломом Который устроил Иран В середине Октября У наших границ Достаточно Недружественный Шаг С учетом того Что Иран Это большая Страна Если бы Захотели Нашли бы Другую реку Нашли бы Другой регион Но Не захотели Опять же Ваше мнение Станет ли Это Сегодняшний Ответ Отрезвляющим Для иранской Страны Какой реакции Вы ждете Будет ли Вообще Самая реакция И опять же Хотелось бы Еще раз Узнать Ваше мнение По поводу Какой смысл Вкладывается В то что Баку проводит Эти учения Именно с вооруженными Силами Турции Для нормального Правительства Это должна была Действовать Как отрезающий Эффект Но Иран Такая Политика Ирана Такова Что Прогнозировать Его Очень сложно Она иногда Ведет Неадекватную Политику Но то что Иран Проводил Учения Примирающих Зон Азербайджана Это Во первых Она показала Свои возможности К чему Она Чего она Может А другое Хотела Придаст Армении Какой-то Дух Воинский Дух Чтобы Там На будущих Таких Военных Действий Но тут возникает Еще один вопрос Почему именно Наши учения Проводились В Астаре И Мишлях И в Джабраилах Дело в том Что Эти те направления Которые Иран Для Ирана Это Для Яков Гипотетически Если подумать Что Направление Проникновение На территории Азербайджана Азербайджан Заранее Это знал Именно В этих территориях Прошли Наши Учения Но Шухинская Декларация Как Сказал Многоважаемый Город Мелем Это Шухинский Закон Это Еще раз Доказал Что Значит Азербайджан Тут Значит Вооруженные силы Азербайджана И Турции Они Они Будут Вести Совместные Боевые Операции Если Будет Какая-либо Угроза Или Турции Или Азербайджан Это Ну Откровенно Это был Открытый Месседж Месседж Ирану Иранскому Режиму Дело в том Что Вы лучше Знаете Что Иран Есть Такой Метод Манипуляции Общественного Мнения Который Называет Условно Образ Внешнего Врага Этим Способом Этим Методом Пользуются И другие Страны В частности Армения Тоже Но Для Ирана Этим Образом Является Первый Это Америка Израиль И Азербайджан Естественно Иран Не может Воспринять Сильный Могучий Экономически Развитый Азербайджан Потому что 40 миллионов Азербайджанцев Которые проживают На территории Ирана Они с большой Надеждой Смотрят На нашу Страну И как говорил Господин Президент Их не Проблемы Решение Их не Проблем Языковых Проблем Проблем Их учеб Это Нас беспокоит Разумеется Вы То что Отметили По поводу Как ни странным Образом Азербайджан Оказался В числе Врагов Ирана Двойне Странно Что Азербайджан С преимущественно Шиитским Населением Ну и вдруг Оказалось Что Мы Враги Рапок Проблеме Тегеран Так воспринимает Я Извиняюсь Вы Затрону Религиозную Тему Но Дело В том Что Сейчас В начале 21 века Была Секуляризация Общества А сейчас Уже Появляется Постекуляризация Некоторые Государства Возвращаются Якобы Религиозным Таким Источникам Если так Можно Выразиться Дело В том Что Существует Такое Понятие Политизация Религии Вот В данный Момент Ислам В Иране Это уже Не религия Это какой-то Способ Политики И то Что Мы Называем Иранским Шиизмом Это Религиозный Радикализм Который Начать Экспортируется В разные Страны Для Достижения Своих Геополитических Целей И запомнить Что Запомнишь Единственное Исламское Государство У Которого Нет Ни Исламских Друзей Иславских Государств Ни Среди Мусульманских Государств Нет И вот Друзей У него Нет Ну да Иран Для этого Делает Очень Много Чтобы У него Друзей Не Было Но Давайте Узнаем Раф Вы уже слышали Ваше мнение По поводу Этих Учений На мой взгляд Сегодня Мы можем Утверждать Трансформацию Концепции Одна нация Одно государство И одна армия То есть Де факто И де юре Мы имеем Одну нацию Два государства И одна армия Очень примечательно Что учения Несут название Братский кулак Это как бы Продолжение Железного кулака Которую мы Победили Во второй Карабахской войне То есть На сегодняшний день В принципе Мы можем Утверждать Что Притворяется В жизнь Концепция Выставлена Президентом Азербайджанской Республики Господином Михаилом Малиевым Как в Самарканде На Восьмом Саммите Организации Тюркских Государ Так и Во время Уступления Президента Азербайджана На Межуровой конференции Вдоль среднего коридора Геополитика Безопасность И экономика Которая Прошла Как вы знаете 25 ноября В университете Ада В городе Баку И В самых важных мероприятиях Президент Азербайджана Утверждал О том Что идет Трансформация В единую Военную Организацию То есть Вокруг Сил Азербайджана И вооруженных Сил Турк Азербайджане Турцы будут Продолжать Свои Задачи По Обеспечению Безопасности И Всех Азербайджанцев Всех Чурков Вне Зависимости От Местопроверживания То есть Имеется ввиду И Азербайджан И Турция И в том числе Иславская Республика Иран То есть Это Наши Соотечественники По волею Не судьбы А по волею Двух империи Карской И Персии Разделенная Разделенная Государство Поэтому В данном Случае Для меня Очень важно Что Министр Обороны Турции Кулуси Акан Сделал Сегодня И еще Очень Примечательное Заявление Он Заявил Что Это уже Обращается Армении Что Нужно Закрыть Страницу Противоречия И ненависти В регионе То есть Это не просто Было Обращение К официальному Клирикальному Режиму Тегеране Конечно Это было Очень важно И это Прежде всего Почему Потому что Они провели Примитивнейшие Учения И не Сумев Так Навести Пантонные Мосты Чего Сделали Наши Инженерно-саперные Войси Продемонстрировали Мастерство Наведения Пантонных Ростов И Прохождение На сопредельную Территорию Службы Необходимости Переноса Боевых действий Но Это было Еще и Армения Месяц Что Господа Завершайте Эту Так называемую Мышинную Вашу Возню И Подписывайте Политическое Соглашение С Азербайджаном Поскольку Политическое Соглашение С Турцией В Армении Будет Подписано После Армянского Соглашения Если позволите К этим моментам Мы еще Придем Я единственное Хотел бы обратить Внимание На самом деле То что Раф Сказал про Самаркандскую Речь Президента Я глубоко Убежден Что это Более чем Историческая Речь Это переломный Момент Который Десятилетия Спустя Еще лучше И лучше Люди будут Понимать Смысл Этой речи Но Я бы хотел Еще одного Момента Коснуться То что По телефону И президент Азербайджана И президент Турции Связались Они обратились К участникам Этих военных учений К примеру Президент Азербайджана Назвал военное Учение Братский кулак Очередным Проявлением Турецко-азербайджанского Единства И подчеркнул Что наше Единство Нерушимо И вечно Муран Как вы Вообще Оцениваете Вот такое Пристальное Внимание Главгосударств К этим Военным Учениям То есть Да Учения Запланированы Это скорее Военное Дело Это в некоторых Для самих Приехал Министр Обороны Оба Министра Обороны Наблюдали За военными Учениями А президенты Еще и Обратились Вот Как вы Оцениваете Такое Пристальное Внимание Главгосударств Здесь Нужно Отметить Несколько Факторов Первый И самый Главный Я считаю Важный Фактор Это то Что Сегодня Что происходит В мире Мы видим Что Международное Законодательство Она не работает Международные Правовые Нормы Не работают И на первый План выходит Фактор Силы Поэтому Таким странам Как Азербайджан Турция Необходимо Самим Решать Вопросы Своей безопасности Поэтому Я считаю Что с учетом Этих вызовов В том числе И второй Фактор Здесь Конечно же Мы Одна нация Мы Турки Здесь Не только Разговор Идет Об Азербайджане И Турции Здесь Разговор Идет Об азербайджанцах Поживающих В Иране Здесь Разговор Идет О наших Турецких Братьях В Средней Азии Поэтому Для них Всех Пример Действия Азербайджана И Турции Перед различным Родом Подобными Вызовами И Это очень важно И очень правильно Что Руководители Двух Государств Оказывают Такое Внимание Потому что Все наше Дальнейшее Развитие Наше благосостояние В том числе Экономические Проекты Геоэкономические Проекты Которые Турция Азербайджан И Турческие Страны Средней Азии Намереваются Реализовать Это Много раз Мы с вами Обсуждали На передачах Эти коридоры Газовые Проекты Все Упирается Конечно В первую очередь Вопросы Безопасности А вопросы Безопасности Будут Обеспечивать Наши Вооруженные Силы Поэтому Руководители Глав Государств Оказывают Этому Такое Внимание Я бы хотел Развами Ваше Мнение Узнать Но то Что Сказал Муран И в моем Понимании Вот он Имеет Ввиду Что Азербайджан И Турция В своих Действиях В том числе И сегодня Это как Модель Для всех Остальных Стран Которые Могут Подтянуться В этом Плане С точки Зрения Нашей Религиозной Национальной Идентичности То есть Вести Когда мы Говорим О единстве Тюркского Мира Как модель Можно Представить То что Азербайджан И Турция Делают Я добавлю Здесь один Нюанс В Самарканде Когда Президент Наш Выступал В сотрудничестве Между нашими Тюркскими Странами Я опять же говорю Самаркандская Речь Это историческая Речь На десятилетия Вперед Ваше мнение Когда главы Государств Придают Такое Пристальное Внимание К этим Учениям Которые Для самих Военных Могут быть И рутинными Есть такие Международные Проблемы Которые В одиночку Не решаются Объединенные Объединения Вооруженных Сил Турции И Азербайджана Это Во-первых Гарантия Безопасности Всего Региона А во-вторых Как Сказал Мурат Малим Это Образец Который Ведет К созданию Оборонительных Систем Всех Туркских Стран Значит Центральной Азии И Азербайджана Азербайджана И Турции И мы Не должны Забывать Наших Сотечников Которые Проживают В Южном Азербайджане И так далее Но Дело в том Честно Вы помните Создание Азербайджанских Вооруженных Сил В начале 90-х годов Она проходила По советскому Модели По советскому Моделью И Вооружение И Там Значит И Система И Структура Шла По Этому Моделю Но Уже Которые Которые Которое Время Мы Переходим Если Так Можно Сказать На Турецкие Модель Которые Своего Среди На Турецкие Которые Являются На Турецкие Модели И Кстати Этот Модель Уже Становится Привлекательным И Интересным Для Стран Центральной Азии Естественно Обобщение Сил Двух Стран Это Очень Некоторые Страны Относят К этому Очень Редневые Мы Знаем Что Якобы Появляется Туркский Рог Там Какой-то Туркская НАТ И так Далее Но Мы Должны Учесть Одно Вот Я Скажу На Примере Тех Учений Которые Проводят Азербайджан И Турция На территории Азербайджана Это Во-первых Это Месседж Не только Ирану Это Месседж И Армении И Тех Европейских Стран Которые Поддерживают Армению Которые Как вам Скажут Подталкивают Армению Одновременно Подталкивают Армению К реваншизм И Подталкивают Иран Начать Конфронтации С Азербайджаном Ваше мнение По этому поводу Когда главы государств Придают Такое Пристальное Значение Звонят Общаются Опять же Это военные Учения Запланированные Многократно Мы проводили И я бы Понимая Ваше военное Прошлое Хотел бы Чтобы вы Немножко О самих Учениях Тоже Азербайджаном От турецкого Альянса Тут Тут Воздушные Военно-воздушные Силы Тут Сухопутные Части Тут Практически Пересеченная Местность Разделяет Азербайджан Большой Единый Как Это бывший Азербайджан Пересеченный Месяц Нужно Переходить Четко Конкретно Быстро И с Наименьшим Количеством Потерь Времени Силы Сред И то Что Организовываются Понтонные Переправы В ночное Время Если мы Возьмем У Иванов То Мы Видим Насколько Какую Ценность И важность Имеет Вопрос Поведения И прокладки Понтонных Мостов Прокладки Проходов Все это говорит о том Что Сегодняшняя Вооруженная Сила Азербайджана Это не просто Как бы Переход Советского Образца К турецкому Они уже Завершили Этот переход Этот переход Завершен И вторая Карабахская Война К тому Свидетельство Мы не сумели Бо победить Во вторая Карабахская Война В отечественной Войне Если бы Мы Не перешли Вот этот Переход Советского Образца К на Тольскому Образцу Ведь проведенные Учения И сегодня И нынешние Это ознакомление Со всем тем На работами Которые Были Достигнуты Другими Сравнами И в данном Случае Североатлантический Альянс Турция Член НАТО Наши Действия Славжено Славжено С Турецкой Армией А слаженность Снова Показывает Русско-Украинская Война Имеет Большое Значение Славженности Придают Образцу Значение Собъемы Демонстрируют Помимо этого Управление Войсками Снова Такие Если взять Собычу Войну В Украине Показывает Что Отсутствие Управления Отсутствие Четкости Взаимодействия Между Разными Родами Видами Войск Это Везет Большую Подробную Потерян Да Ваша мысль Да Ваша мысль Понятная Я единственное Одну оговорку Сделаю То что Рафф Наверное Сказал По поводу Пантонов Мостов Через реку И так далее Это тот самый случай Когда говорят Что не мы Это начинали То есть Как бы не мы Эту историю Начинали Это Иран Начал так взрываться Вот мы им отвечаем То есть У нас каких-то Враждебных Знаете В отношении Ответили профессионально Да Ответили профессионально В отличие от того Металлолома Который иранская сторона Принесла У нас враждебности В отношении граждан Ирана Нету В отличие от того Как иранская сторона Свои военные учения Сопровождала Выливала Тоннами Ненависти В интернет И последствием Всякого рода Комичных Иногда Роликов И так далее Опять же Не мы это начинали Это иранская сторона Напросилась Есть еще один такой момент Если позволите Я хотел бы Цитату И Раджепта Эрдулана Привести Когда он обращался Он сказал Обращаясь к вы Инослужникам Вы успешно провели Эти учения В соответствии с девизом Одна нация Два государства Вы придали сил друзьям И вселили страх врагов Турция и Азербайджан Будут продолжать Своей солидарность Сотрудничество Последствием таких учений Становясь все сильнее и сильнее Эти учения Показали Что мы являемся Одним целым Никто не может Нас разлучить Говоря о врагах То что президент Турции особо отмечает Как вы считаете Чем продиктовано Их недружественное Отношение к нам Чем продиктовано Это один А второй Не выходит ли так Что их именно Это и не устраивает То что мы И Турция Мы как одно Единое целое Мы сплоченные Мы вместе Вот этот фактор Их не устраивает Поэтому и появляется Враждебность И из этого же Вытекает еще Третий вопрос Вот эти силы Эти враги О которых говорит Президент Турции Они на полном серьезе Предполагали Что Не будет Вот той самой Консолидации Турции Азербайджана И наших вооруженных сил В случае того Если они проявят Недружественность К нам Они на полном серьезе На это рассчитывали Видите ли В свое время Азербайджан И Турция Имела Совместную границу Когда еще Зангизор Принадлежал Вы имеете Со всей части Потому что у нас и так Граница есть Но к сожалению Она вот только Внарчевая Именно когда Зангизор был наш И вот те силы Те которых Можно назвать Врагами В свое время Смогли разлучить Эти два государства Азербайджан От Турции То есть Если мы посмотрим Взглянем на историю Мы видим Что в свое время Они добились этого Но Турция была тогда Слабая И времена Изменились Теперь Турция Одна из Ведущих Стран в регионе Турция Военно-промышленный Комплекс Ее сегодня Приспевающая Отрасль Сегодня Турция Глобальный Игрок На мировой Арене Это тоже Нужно учитывать Посмотрите Весь мир Собрался Не смог Решить Зерновую Проблему Проблему С голодом А кто это Решил Решила Турция Я буду Говорить Не буду Занимать Ваше время То есть Сегодняшняя Турция И сегодняшний Азербайджан Это не Тот Азербайджан Который был 90-е годы Или же Азербайджан В составе Советского Союза Азербайджан Сегодня Независимость Экономическом Отношении Военном Отношении Приспевающая Страна Способная Решать на Южном Кавказе Все задачи Стоящие Я очень Сняюсь Без нас Решать здесь Вопросы Невозможно Без Азербайджана Реализовать Ни один проект Невозможно Вот эти Реальности Нашим Вот этим Врагам Нужно понять И чтобы Прекратили Вот продолжение Этих ненужных Действий Вы знаете Вот говорят О братстве Наших стран Вот братский Кулак Называется А что такое Братство Турции Азербайджана Я хочу Привести Одним Примером И Ответить Комплексно Как бы Системно На ваш вопрос В свое время Когда Из Украины Вывозили ядерное оружие Великие страны Так скажем Крупные страны Постоянно Через Советы Европы Англия Соединенные Штаты Америки Франции Та же Россия Подписали Будапельскую декларацию Кстати Это была Годовщина Два-три года Два-три дня Тома назад Которые Взяли на себя Обязательство Обеспечить Территориальную Целостность И независимость Этой страны Но Одна из стран Когда напала на нее Другие Не среагировали И не вспомнили Эту декларацию В отличие от них В ходе 44-дневной войны Турция Мы знаем Что Турция Страна член НАТО Турецкие вооруженные силы Это часть Вооруженных сил НАТО Но Несмотря на это Несмотря на какие Определенные возражения Среди стран Членов Совета НАТО Турция Свои вооруженные силы Часть из них Перенесла на территорию Азербайджана Чтобы третьи силы Не вмешались В этот конфликт Вот Вот это есть Братство И я считаю Что Когда Холусакар Говорит Что Мы доказали Это во время 44-дневной войны Он имеет ввиду Вот это И после этого Обладая Всеми этим потенциалом Нашим Врагам Остается Единственное То что Смириться С этим И Не только смириться Азербайджан Турция Азербайджан Открыта Для сотрудничества Вот Тем же Иран Кто Предложил Мы вместе Чтобы с кем-то Враждовать Кто первый Предложил Формулу 3 плюс 3 В регионе Президент Азербайджана И Турции Президент Азербайджана И Турции То есть Азербайджан И Турция Открыта Для сотрудничества Но Языком Угроз Силы Силы С нами Разговор Говорит Президент Турции Реджептей Пардуган Они Реально Рассчитывали Что не будет Вот этой Консолидации Азербайджана На что Они рассчитывали Когда Президент Турции Говорил О врагах Врагах Но я думаю Что он Еще подразумевал И псевдодрузей Дело в том Что Азербайджан И Турция Она Не только Доказывает Свою боеспособность Свою силу А также Одним из факторов Укрепления отношений Между Турцией И Азербайджаном И также Турским миром Это Возникновение Взаимных интересов Экономических Политических Интересов Сферы обороны И так далее И так далее Естественно Тем странам Которые Господин Айдуган Стран Которые Недругами Врагами Для них Не нужна Несильная Азербайджан Несильная Турция Для них И Азербайджан И Турция Это сырьевая база Азербайджан И Турция Это как Иногда мы говорим Как мост Между Западом И Востоком А также Вспомним Тотого Что Армян Азербайджанский Конфликт Продолжался 30 лет Почему так Долго Потому что Этот конфликт Был выгоден Выгоден Некоторым Так скажем Сопредельным Сопредельным Государствам Потому что Этот конфликт Был способом Давления Одновременно И на Армению И на Азербайджан Управление регионом Посредством Конфликт Да Если бы Идеальным Варианте Азербайджан И Армения Могли бы договориться Все было бы нормально Но мешают Внешние факторы Мешает еще Желание Армении Дать себя Использовать Там почему-то Это считают Великой Геополитической Политологической Такой мыслью Давайте дадим Кому-нибудь Использовать Армению В качестве чего-то Фарпоста Ну я не буду Списать Это их традиционное качество Да Ну вот это конечно Вызывает сожаление У нас очень мало Времени остается Вопросы все еще есть Я предлагаю узнать Мнение Рафмалем По этому поводу Вот в студии Неоднократно отметили Что мы вместе С Азербайджаном И Турцией Не для вражды Не для того Что мы собрались вместе На кого-то нападать Что-то кому-то Создать проблем Напротив Мы открыты Для диалога Для разговора Для сотрудничества Вот как вы полагаете Вот президент Турции Все-таки указывает Что вы Обращаясь к военнослужащим Вы придали сил друзьям И вселили страх во врагов Вот эти враги В чем их проблема Почему они предпочитают Так сказать Установку на вражду с нами И неужели их Именно то Что мы с Турцией вместе Их не устраивает Вы знаете Кеннадин Заявление Эрдогана Прозвучало Своевременно И уместно Дело в том Что когда Проходили наши Учения 5 числа Иранская делегация Парламентская Парламентская делегация Участвовала Парламентская Остамблея ДКБ Организация договора Калифорной безопасности Москве Я не утверждаю Что Тегеран Клирикальный режим Тегерана Готовница Заручиться В поддержку ДКБ В противостоянии С Азербайджаном И Турцией Но Но на площадке ДКБ Иран Стремится Дефакто Подписаться Скажем так Создать Альянс Чедеран Дереван Именно Суть Этого Врагу Заключается В этом Что С одной стороны Готовится В ближайшее время Совещание 3 плюс 3 Азербайджан Грузия Армения Лавров На днях Говорил об этом Да Но Параллельно Работа Идет Ирана С Азербайджан И именно Эрдоган На мой взгляд Имел ввиду Вот эту Подтрекательскую Работу Если Официальный С Азербайджан Клирикальный режим Иран Готовится Внести Скажем так Конструктивизм В эту Плату 3 плюс 3 То он не должен Работать В том числе На площадке ДКБ Это военная Площадка Это военная Организация Это не Толговая Экономическая Организация А именно 3 плюс 3 Я думаю Что может Трансформироваться Скажем В будущем Возможно В региональную Площадку Безопасности Но Иран Не преследует Именно эту цель Для Ирана То есть вы не видите Настрой Ирана На сотрудничество На конструктиве То есть это Больше Разрушительная Работа Ирана Абсолютно Если коротко Цель Очень коротко Цель одна Не допустить Прокладки Запуска Зангизурского Коридора Но это Как бы Один элемент В целом Среднего Коридора Не допустить Трансформации И создание Тюркского мира В основе Азербайджана Турецкого Альянса Ваша мысль Понятно У нас очень мало Юферного времени Я хотел бы успеть Еще один вопрос Создать Единственное Отреагирую По поводу Недовольствия Ирана Зангизурским Коридором Ну в меньшей степени Конечно это касается Ирана Даже Армении Это так сильно Не касается Ввиду ее Зависимости от России И том что Вот там Российские пограничники Железная дорога Принадлежит Российской Федерации А уж Иран тем более Хулиса Акар Будучи в Баку Он говорил Не только В военном сотрудничестве В частности Он сказал Мы искренне желаем Открытия Зангизурского Коридора Нормализация Отношений Между странами Немножко коснулся Этого Рауф Мелем В своем Предыдущем Ответе По поводу Того Что Хулиса Акар Говорил о нормализации В целом То есть Опять же Мы видим Еще раз Союз Азербайджана Из Турции Он скорее Созидательный Мы же Месседжи Отправляем Давайте сотрудничать Давайте открывать Дороги Коммуникацию Торговлю И так далее Как на фоне Этого заявления Каким вам видится То что Открытие Будущее открытие Зангизурского Транспортного коридора Которое Армения взяла На себя Обязательство Там говорится О беспрепятственном Проходе Соответствующих По этому Транспортному Коридору Из Азербайджана В его западную Часть Нахчеван Каким вам видится На этом фоне Все таки Реализация Самого проекта Который Армения Торпедирует Уже года два Дело в том Что вы правильно сказали Что это Обязательство Взяла Армения И если Иран Возражает Против Открытия Зангизурского Коридора Претензии К Армении А не к нам Ну да Что касается Перспективы Открытия То мы видим Последние Буквально Месяц-полтора Активность Российской стороны Очень много Делегаций Приезжают Посещают Профильных Я бы даже сказал Делегаций Именно связанных С открытием Этих коммуникаций Транспортных вопросов Транспортных В первую очередь Это связано Зангизурским Коридором И здесь Важным фактором Является По моему мнению Не столько Армения Которая Делает вид Что от них Что-то зависит А сколько Россия Потому что Зангизурский Коридор Проходит У границы Азербайджана С Ираном И эта территория Контролируется Российскими Пограничными Войсками И часть Этой территории Передана Армении В распоряжение России То есть Все вопросы Как сказал Наш президент Мы решаем С российской стороной Что касается Перспектив То я бы сказал Нам нужно Заглянуть Посмотреть Как идут работы С нашей стороны То есть С нашей стороны Идет интенсивное Строительство Железных дорог Автодорог В направлении Западных наших Границ С территории Азербайджана В том числе И нахчевание В направлении Мегри То есть Наша работа Идет Интенсивно Это показатель Того Что Правительство Азербайджана Не видит Никаких проблем Реализации Этого коридора Ранам По вашему Вот То что Улиса Карнафоне Опять же Этого заявления О том Что он говорит Что мы искренне Надеемся И давайте Как бы Нормализации Полностью вдаваться В нормализацию Уходить в нормализацию А каким Бомбиться Реализация Этого проекта Рано или поздно Зенецовский Коридор будет открыт Будем надеяться Скорее Да Дело в том Что это Хотим не только мы Хотя Больше нас Это нужно Самой Армении Это спасательный Круг Армении А также Этим коридором Могут воспользоваться И Иран И Россия Но я думаю Что значит Все таки Иран и Армения Образумеваются И дадут Скорее Будем надеяться Опять же На фоне того Что происходит Сейчас Восточной Европе И как обрываются Десятилетиями Столетиями Сформировавшиеся Логистические Дорожные пути Есть ощущение Что Российская Федерация Тоже для выхода Допустим На Средиземное море В дальнейшем Этот транспорт И при том Что самое важное Что там же Русские сами Будут его контролировать ФСБ Российской Федерации Будет контролировать Это спасательный Круг Руссб Для самой России Да Но давайте узнаем Мнение Раф Наверное По поводу Очень У нас буквально Минута остается По поводу реализации Каковы ваши прогнозы И еще один момент Обращает на себя Внимание Что о тех военных учениях Вот мы говорим Будет реакция Ирана Или не будет И так далее В Армении уже Реагируют на эти Военные учения Называют их Антииранскими Но истерят-то В первую очередь В Армении Как вы считаете Почему? Минута у вас Знаете Минута Дело в том Что первое Они Если считают Что они Антииранскими То пусть так и считают Мы не будем Опровергать По той простой причине Что мы Обязаны Мы не должны Отвечать И будем Отвечать Они Открыли Ящик Пандоры Мы же Отвечаем И будем Идти дальше Что касается Коридора Он будет Открыт Мы Независим От того Армения Хочет Этого Не Хочет А Заявление Холуси Акара Это политик Кнута и пряника Будем надеяться Что вот это Кнут и пряник Будут адекватно Восприняты Арменией Уважаемые гости К сожалению Эфирное время У нас подошло К концу Я благодарю вас За участие Напоминаю Нашим зрителям Все это время В студии У нас был Политический Обозреватель Мурат Сададин Мурат Большое спасибо Кроме того С нами был Рауф Раджаев Вам тоже Большое спасибо В эфире Телеканал СБС Была Общественно-политическая Передача Актуальна сегодня Я ее ведущий Санарзайв До свидания До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин